Жена, отдыхающая у матери, присылает телеграмму. Не забывай, что ты муж. Через день приходит ответ. Извини, но телеграмма опоздала. Как лучше всего предотвратить похмелье после хорошей попойки? Проблеваться. А как это сделать? Засунуть один указательный палец в рот, а другой в задницу. А если не поможет? Поменять пальцы местами. Стоят на дороге гаичники, скучают. Видят, дед на телеге едет. Решили прикольнуться. Дед, ваши права. Дед, поднимая палкой кобыле хвост, и говорит. В бардачке возьмите. Шестилетний сын спрашивает маму. Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей? Да, сынок, отдельно. Подумал немного. А ты куда пойдешь жить? Ресторан. Возмущенный посетитель зовет официанта и говорит. А ваши музыканты под заказ играют? Конечно. А не могли бы они поиграть в шахматы? Чтобы я мог спокойно поужинать. Мужчина заходит в аптеку. Девушка, дайте медицинский спирт. Литр. А рецепт у вас есть? Эх, был бы рецепт, я бы его сам сделал. Восьмидесятилетний старик на приеме у врача. Доктор, у меня после кекса в ушах какой-то гол. Что это такое? Аплодисменты. Русские и американцы поспорили, где народ круче живет. Приехали сначала в Америку, поймали первого встречного фермера. Как дела? Прекрасно. Сколько зарабатываешь? Десять тысяч баксов в месяц. Что имеешь? Трактор, машину, свой дом. Пятьдесят голов скота. Квартира в Вашингтоне. Что вечером делаешь? С друзьями отдыхаю. Поехали в Россию. Кого взять? Поймали дядю Васю с глубинки и говорят. Ты отвечай на все вопросы, как есть. А если что не так, то мы тебе дадим знак. И ты сразу исправляйся. Как дела? Хреново. В Америке жить. Сколько зарабатываешь? Да что там? Десять штук. В минуту, конечно. Что имеешь? Грабли до вилы. С вертикальным взлетом. Что делаешь вечером? А что тут делать-то? Баб, конечно же. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. И мужиков тоже. Отец спрашивает Вовочку. Ну, сын, ты уже большой. Выбрал уже, кем хочешь быть, когда вырастешь. Да, пап, хочу быть мойщиком бассейнов. И все? Нет, еще садовником, сантехником и доставщиком пиццы. Отец задумался, почесал затылок и кричит жене. Слышь, мать, похоже, он нашел ту кассету. Какой же я был дурак, что на тебя женился. Это я, какая ура, что вышла за тебя. Но теперь понятно, почему мы сошлись. Когда двери уже закрывались, в электричку вскочила девушка, держа в руках симпатичные трусики. Где дают? Вот сполошились женщины. Сама дала, не успела надеть. Ну и где ты опять нажрался? Не поверишь, не хотел. Иду домой, там Миша. А вред, пойдем к Ваське, поможешь типа долго забрать. Ну и решил помочь другу. Пришли к Ваське, у него пусто. Но ему Генка пузырь должен. Пошли втроем к Генке. А Генка вспомнил, что ему Миша 200 рублей не отдал до сих пор. Вот и вышло, что никто никому не должен. Ну и что дальше-то? Так за это и выпили. Объявление в туалете. Пользуйтесь, пожалуйста, щеткой. Внизу приписано корявым почерком. А можно бумагой? Щеткой очень больно. Только что моя дочь вошла ко мне и сказала. Папа, я хочу, чтобы ты немедленно выписал меня из дома. Сдай мою квартиру студентам. Выкинь в окно всю мою одежду. Продай на толкучке мои телевизор, музыкальный центр, айфон и ноутбук. Пожалуйста, отнеси все мои украшения в фонд армии спасения или пожертвуй их в Красный Крест. После чего откажись от меня вообще и никогда более со мной не разговаривай. Вычеркни меня из завещания и перепиши мою долю на братьев. Ну, вообще-то она сказала не прям так. Она сформулировала все значительно короче. Папа, познакомься с моим парнем. Его зовут Магомед. Бабушка в супермаркете взяла пять банок с кошачьей едой. Кассирша. Мы не продаем кошачью еду в таком количестве, без доказательства наличия у покупателей кошки. Старушка поворчала, сходила домой, принесла кота и забрала покупку. На следующий день бабушка подошла к кассе с тремя большими пакетами собачьим кормом. Та же история. Пришлось бедной бабушке снова сходить домой и вернуться в супермаркет уже с собакой. На третий день бабушка, войдя в супермаркет, сразу направилась в кассу, держа в руках картонную коробку с отверстием вверху. Суньте туда руку, пожалуйста, попросила старушка кассиршу. После нескольких секунд колебаний, кассирша все-таки засунула руку в коробку. У меня подозрение, что в коробке какашки. Вы совершенно правы, дорогая. Я зашла к вам за тремя рулонами туалетной бумаги. Женская логика. Во-первых, я ничего не трогала. Во-вторых, я уже положила на место. Женщина покупает презики. Вам какие? Английские длинные и тонкие? Или японские коротенькие и толстые? Английские, но по-японистее. Вечер, конец рабочего дня, завхоз делает обход по хозяйству. Вдруг слышит звуки хлопков и стунов. Подходит ближе, а на сеновале голяком кувыркаются доярка с трактористом. Он им кричит. Я, конечно, все понимаю, но переработка вредит здоровью. Кто вам доплачивать-то будет? Тракторист накинул штаны и отвечает. Анатолий Петрович, вы же говорили, что у нас нет нормального агронома в хозяйстве. Вот мы и пытаемся это исправить. Пришел человек к деревню вечером, стучится к овдове в дом. Пусти теперь ночевать. Не пущу, ты приставать будешь. Не буду приставать, я же джентльмен. Ладно, входи. На утро выходит человек во двор, видит, ходит там пять куриц и десять петухов. А что ж это у тебя на одну курицу два петуха, хозяйка? А тут всего только один петух, остальные джентльмены. Пришли в ресторан англичанин, француз и русский. Всем подали чай. Англичанин размешивает ложечкой сахар. Дзынь, ударилась нечаянно ложечка о стенку стакана. Извините, поспешил сказать англичанин. Дзынь, ударилась ложечка у француза. Извините, сказал тот. Русский, тысяча извинений. Дзынь, 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 дзынь. Вот что было раньше, курица или яйцо? Раньше было все. Вася, расскажи мне что-нибудь теплое. Чтоб у носа закрутила и у грудя защекотала. Уфайка, махорка, в койку. Вы напоминаете мне океан. Я вас так же волную? Нет, меня от вас так же тошнит. У англичанин есть поговорка. Elephants never forget. Как ты думаешь, что это значит? Попробую объяснить. Вот если ты сто раз назовешь девушку красивой, то она все равно не будет об этом помнить. А стоит тебе один раз назвать ее толстой, и она этого тебе никогда не забудет. Слоники никогда не забывают. Доктор, я невероятно нервничаю во время экзамена на вождение. Ну, это не страшно. Когда-нибудь сдадите. Нет, я его не сдаю, а принимаю. Две блондинки разговаривались на остановке. Ты какой автобус ждешь? Я четвертый. А я второй. Едет 42-й автобус. Блондинки хором. Вот здорово. Вместе поедем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова